Самые крепкие и могучие спортсмены России приехали в Севастополь. 21 августа в нашем городе открывается фестиваль силового экстрима Евразийской игры 2020. В первый день соревнований атлеты будут состязаться в силовых эстафетах и в богатырской карусели. Перед дворцом детского и юношеского творчества состоялись мастер-классы именитых спортсменов России. Среди участников состязаний Михаил Шевляков, который входит в топ-10 сильнейших людей мира, чемпион Сибири 2019 Иннокентий Веселов, чемпион Арнольд Классик 2019 Евгений Гавриленко, самый сильный человек Тюменской области 2018-2019 Александр Зинец, шестикратный обладатель титула «Самый сильный человек России» Евгений Марков, самый сильный человек Нижнего Новгорода Юрий Кузьмин и шестикратный обладатель титула «Богатырь Крыма» Егор Сорокалетов. Всего в фестивале участвуют 16 атлетов со всей России, которых отбирали по специальной системе рейтингов. Критерием отбора являлись выступления атлетов на протяжении 2018-2019 годов. И требованием к участию в этом турнире было то, чтобы атлет в топ-30 атлетов России входил. То есть здесь 16 человек, фактически это элита соревнующихся силачей России. В субботу, 22 августа на набережной Корнилова силачи сойдутся в настоящей схватке. Команды по два человека будут поднимать тяжелые автомобили и камни весом от 120 до 180 килограммов. Мастера спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева и Екатерина Прокопова попробуют установить рекорд России. Девушки протянут многотонный КАМАЗ на расстоянии 20 метров. Накануне волнительного события, обладательница мирового рекорда по удержанию двух рвущихся в разные стороны мотоциклов, рекордов по буксировке двух трамваев с пассажирами общим весом в 42,5 тонны и вертолетами 8 Оксана Кошелева, призналась, что даже не знакома со своей напарницей Екатериной Прокоповой севастопольской силачкой. Репетировать стопроцентные силовые показания ни в коем случае нельзя. И я придерживаюсь этой, возможно, очень старой традиции. Мы общались с Екатериной, но лично еще мы не знакомы, мы завтра познакомимся. Я думаю, что мощь и сила наших атлетов позволит нам справиться с поставленной задачей и подтвердить свое звание одних из самых сильнейших женщин в России. В заключительный день фестиваля, 23 августа, зрители ждут не только финальные состязания «Богатырей России», но и концертная программа. Для севастопольцев и гостей города выступят вокальный дуэт «Дуная Фэмили», группы «Мураками» и солист смысловых галлюцинаций Сергей Бабунец.